МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мне приятно ходить по чистому лесу. Я гуляю постоянно, несколько раз в день там. Экологический субботник в парковой зоне. В настоящее время по оценочным показателям деятельность следственного подразделения оценивается положительно. Следственный отдел Десногорска отчитался о работе за 5 месяцев. Мне понравилась киесса сорока и как играла на пианино моя подруга. Воспитанники детских лагерей насладились музыкой. Первенство Центрального федерального округа по пляжному волейболу в Десногорске. А теперь об этих и других новостях. Сегодня в 12 часов по полудню россияне смогли задать свои вопросы президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Особенность нынешней линии в том, что она впервые прошла в пустой студии без зрителей, а президент держал связь с губернаторами и министрами в режиме видеоконференции для оперативного ответа на любую жалобу или обращение. На прямую линию поступило почти 2 миллиона вопросов разной тематики. Традиционно больше всего россиян интересовали вопросы социальной сферы – пенсии, льготы и ЖКХ. Наряду с ними – отстаивание интересов России, западные санкции, наука и образование, чемпионат мира по футболу, цены на бензин, пенсионный возраст, долевое строительство и вообще квартирный вопрос. Активно задавали вопросы предприниматели, что ждет в ближайшее время малый и средний бизнес в стране. Разговор длился более 4-х часов. По итогам каждой прямой линии президент всегда дает многочисленные поручения членам правительства, министерствам и ведомствам. Завершил прямую линию БЛИЦ – короткие вопросы и ответы. В Смоленской области сохраняется прохладная и дождливая погода. Из-за сильных порывов ветра до 15 метров в секунду Гидромедцентр России снова объявил в регионе желтый уровень опасности. Смолян призывают быть осторожными, находясь на улице, обходить стороной рекламные конструкции и линии электропередач. Также из-за ветреной погоды усилен противопожарный режим. Только за май и начало июня пожарные службы Десногорска выезжали на тушение пала травы и бытового мусора 6 раз. Нельзя забывать, что брошенный окурок или плохо затушенный костер могут закончиться трагедией. Будьте осторожны, берегите себя и своих близких. Как добиться того, чтобы город был чистым и красивым? Например, можно прекратить мусорить, а еще можно устроить субботник. Именно поэтому 7 июня в Десногорске прошла экологическая акция. Подробности смотрите далее. Второй год Смоленская АЭС и администрация Десногорска проводят экологическую акцию. Совет руководителей города поддержал инициативу, выделив технику для уборки территории. В этом году очищалась от сухих веток, поломанных деревьев и мусора парковая зона между первым и вторым микрорайонами. 10 единиц техники – это погрузчики и самосвалы – были задействованы в работе. В субботнике участвуют организации, градообразующие организации, атомная станция, Атомтранс, ЭЦМ, ЭЛС, МУПККП, не кем-то там строят. Сами участники субботника считают, что все это на благо города и его жителей. На сегодняшний день мы занимаемся очисткой парковой зоны от повалов, от веток, от бревен, от мусора. Я доволен, что тем более живой я вот напротив. Парковая зона, считай, это моя. В ней я хожу, гуляю, гости хожу. Мне нравится убирать город, будет чище, краше, город маленький. Все требует внимания, как видите, тут все запущено. Вот, будем стараться. У десногорцев акция вызвала живой отклик. Они также уверены в том, что принимать участие в наведении порядка в родном городе необходимо всем. Обязательно, конечно. Очень приятно ходить по чистому лесу. Я гуляю постоянно, несколько раз в день там. Мне очень нравится. Еще постригут сейчас вот все. Будет совсем хорошо. Это обязательно и нужно. И чтобы это все береглось, все сохранялось. Это очень нужно. Подобные акции по уборке города стали уже доброй традицией. Надеемся, что жители сохранят и будут поддерживать чистоту и порядок в Десногорске. 5 июня глава города Андрей Шубин выступил перед депутатами с отчетом о результатах своей деятельности и деятельности администрации за 2017 год. Приоритеты администрации – обеспечение высокого качества муниципальных услуг, стабильное развитие учреждений и социальной сферы, создание комфортной городской среды, повышение инвестиционной привлекательности Десногорска. Несмотря на существующие трудности, город продолжает развиваться по всем основным направлениям. И это, пожалуй, главный итог работы. Свой отчет глава города начал с социально-экономического положения Десногорска. Численность населения сокращается. На 2017 год в городе проживает 27 806 человек. Годом ранее этот показатель был больше на 334 человека. Смертность превысила рождаемость на 67 человек. Наблюдается тенденция роста заработной платы. Среднемесячная заработная плата составила 44 131 рубль. Инвестиции в основной капитал по всем отраслям экономики составили 4 982 миллиона рублей. Привлечение инвестиций – это приоритетная задача администрации, поскольку рост инвестиций приводит к созданию новых рабочих мест, наполняемости доходной части бюджета, развитию инфраструктуры и напрямую влияет на уровень и качество жизни населения. В социальной сфере тоже наблюдается положительная динамика. Услуги по образованию предоставлены для 100% детей. В двух садах «Лесная сказка» и «Мишутка» проведен капитальный ремонт. Реализуются различные социальные проекты – школа Росатома, фонд АТРАЭС. За 2017 год на территории Десногорска было проведено более 200 мероприятий патриотической направленности, в которых приняло участие 29 тысяч человек. Далее Андрей Шубин рассказал о прошедшем комплексе мероприятий по благоустройству улично-дорожной сети, о сохранении социальной гарантии и обеспечению мер соцподдержки десногорцам. В обсуждении отчёта приняли участие неравнодушные жители города. Подводя итоги работы прошлого года, большинство намеченных задач администрация выполнила. Некоторые вопросы находятся в стадии выполнения и решения. Есть, безусловно, и проблемы, над которыми ещё предстоит работать. Ознакомиться подробнее со всеми положениями можно на сайте администрации Десногорска. Попались в собственные сети. В регионе завершилась операция «Путина», цель которой – борьба с браконьерами. В период с 10 марта по 1 июня был полностью запрещен промысел на Десногорском и Яуском водохранилищах. Это связано с началом нереста рыбы в водоёмах Смоленской области. Раскрытие преступлений разной направленности, защита конституционных прав и свобод граждан – вот лишь немного, чем приходится ежедневно заниматься сотрудникам следственного отдела. Десногорские следователи ведут неустанную борьбу с преступностью. За пять месяцев этого года они достигли в своей работе хороших результатов. На сегодняшний день в следственном отделе трудятся четыре следователя и два эксперта-криминалиста. Их служба и опасна, и трудна. Всё, как поётся в знаменитой песне. Профессия следователя ответственная и тяжёлая. Рабочий график не нормирован, а сама работа связана с расследованием особо опасных преступлений. Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ. ДТП тяжёлые и со смертельным исходом. Кражи, грабежи, мошенничество, присвоение и растраты, в том числе и экономической и коррупционной направленности. Работать в этой сфере могут только люди с сильным волевым характером и крепкими нервами, ведь они не имеют права на ошибку. От их работы зачастую зависит жизнь и безопасность обратившихся к ним людей. За прошедшие пять месяцев этого года в производстве отдела находилось 82 уголовных дела, направлено в суд 32 по 41 преступлению. К сожалению, не всегда удается довести дело до суда. 18 уголовных дел было приостановлено, что немного, всего на два случая, превышает прошлогодние показатели за аналогичный период. Данная негативная тенденция связана прежде всего с увеличением числа зарегистрированных дистанционных преступлений, краж и мошенничеств. Данный вид преступления составляет определенную сложность в расследовании, поскольку, как правило, преступления совершаются за пределами обслуживаемой территории. В настоящее время по оценочным показателям деятельность следственного подразделения оценивается положительно, поскольку сохраняются довольно-таки высокие качественные и нагрузочные показатели. Основной задачей следственного подразделения было и остается оперативное и качественное расследование преступлений, соблюдение разумных сроков судопроизводства, защита прав и свобод граждан. Однако сотрудники отдела призывают десногорцев также не сидеть сложа руки. Эффективность работы отдела будет зависеть не только от профессионализма сотрудников, но и от бдительности граждан и их взаимодействия с правоохранительными органами. Следственный отдел круглосуточно стоит на страже закона и интересов граждан. Но не стоит забывать, что закон един для всех, и порядок в городе зависит от законопослушности десногорцев. Если каждый будет придерживаться этого правила, то жить в нашем прекрасном городе станет проще и спокойнее всем. Немного о культуре. Смоляне отметили 160 лет со дня рождения Марии Тенишевой. Она была певицей, художником и мольером, педагогом, коллекционером и меценатом. Ее имение от Алашкина стало известным образовательным и художественным центром. Хутор Фленова княгея Мария Тенишева приобрела, чтобы осуществить свою мечту – создать систему образования для простого народа. Ей присвоено звание почетного гражданина города Смоленск. Всю свою жизнь она посвятила родному русскому искусству, для которого сделала бесконечно много. У воспитанников детских оздоровительных лагерей насыщенная программа, мастер-классы, соревнования, экскурсии. 5 июня ребят пригласили в музыкальную школу на концерт. Зал полон детьми. Первыми на сцену выходят самые маленькие воспитанники музыкальной школы. Еще дошколята они занимаются в группе раннего развития. Свои таланты продемонстрировали ученики фортепианного отделения струнно-смычкового и народного. Вместе с педагогами они исполнили детские песни и произведения Валерия Золотарева, Евгения Дога, Петра Чайковского, Уиджи Бакирини и Иоганна Штрауса. Мне понравилась пьеса «Сорока» и как играла на пианино моя другая. Очень здорово, что мы, находясь в лагере, посещаем такие концерты. Юные зрители прониклись живым исполнением классики. Возможно, кто-то из них уже решил для себя начать заниматься музыкой. Новости спорта. 10 июня на Десногорском водохранилище пройдет открытое первенство Смоленской АЭС по гребле на лодках «Дракон». В нем примут участие команды нашего города, Москвы и Подмосковья. Начало в 10.00. Приглашаем всех поболеть за десногорских гребцов. Вас ждет захватывающее зрелище. В минувшие выходные в Десногорске состоялся один из этапов первенства Центрального федерального округа по пляжному волейболу. В нем приняли участие более 70 спортсменов. Они приехали со всей Центральной России. Подробности в нашем репортаже. Чемпионат Центрального федерального округа среди мужских и женских команд будет проходить в четыре этапа. В Десногорске состоялся первый этап. У нас в Десногорске уже несколько лет проводился кубок Центрального федерального округа. На нем прошло опробование, во-первых, площадок, регулировка всей организации соревнований. Ну и тем более тем, что с каждым годом улучшаются условия проведения в данном месте. В этом году было принято решение дать этап в Десногорск. Следующие этапы пройдут в Брянске и в Тульской области. Финалисты чемпионата определятся по сумме набранных очков на всех четырех этапах. Победители и призеры получат звание кандидат в мастера спорта. 8 июня в Десногорск наконец придет потепление. Днем ожидается плюс 22, облачно с прояснениями. Ночью плюс 11, небольшой дождь. Все самое интересное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте desnadefistv.ru. На сегодня это вся информация. С вами был Виталий Волков. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok